Привет, меня зовут Олег Корсиков, и я преподатель видеомастерства в Санкт-Петербургской школе телевидения. Сегодня мы рассмотрим с вами основные отличия видеокамер от DSLR камер. DSLR камера это обычный зеркальный фотоаппарат. Первое его и основное отличие от профессиональной или полупрофессиональной видеокамеры это цена. Фотоаппарат обычно дешевле в несколько раз. Второе и довольно-таки значительное отличие от профессиональных или полупрофессиональных видеокамер от DSLR это размер. Порой в документальной съемке или в репортажной съемке это имеет довольно-таки решающее значение. Следующий и маловажный аспект это эргономичность. Видеокамера специально сделана для того, чтобы снимать видео. Соответственно все органы управления, все рычажки находятся так, чтобы нам было удобно камерой снимать. И также камера имеет автоматические режимы как яркости, так и фокуса. Можем поставить ее на плечо или есть специальная ручка, чтобы брать более нижние ракурсы. Чего нет у DSLR камер. DSLR камера это все-таки в первую очередь фотоаппарат. Соответственно здесь нам будет, во-первых, неудобно ее держать для видеосъемки. То есть у нас сложно будет настроить, чтобы камера не тряслась, не дрожала. Для этого наверняка придется использовать дополнительные средства стабилизации. Плюс при видеосъемке DSLR камера не может наводить автоматический фокус. Третье довольно-таки значительное отличие видеокамеры от DSLR камеры это сменная оптика. Обычно на полупрофессиональных видеокамерах оптика она штатная и ее заменить нельзя. В отличие от DSLR камер. А на DSLR камерах мы можем менять оптику. И в зависимости от задачи можем поставить подходящий для нас объектив. Что расширяет наши творческие возможности. И еще одно, наверное, самое важное отличие DSLR камеры от видеокамеры. Это матрица, на которой происходит запись изображения. Именно это невероятное изображение покорило многих видеографов и видеооператоров. И они перешли на фотокамеры. Ну и сейчас я предлагаю подвести итоги и нарисовать небольшую сравнительную табличку видеокамер и DSLR камер. Первый пункт, который мы обсуждали, это цена DSLR камеры в большинстве случаев значительно дешевле видеокамеры. Поэтому DSLR камера ставим плюс, видеокамера минус. Следующим пунктом нашего обсуждения был размер. Видеокамеры, как правило, значительно больше, а DSLR камеры меньше. Поэтому DSLR ставим плюс, видеокамера минус. Далее мы обсуждали эргономичность. DSLR камера неудобна при видеосъемке, поэтому ставим минус. Видеокамера удобна, ставим плюс. На DSLR камерах можно менять оптику, а на видеокамерах нет. Поэтому DSLR ставим плюс, видеокамера минус. И последним пунктом мы обсуждали матрицу, на которой, собственно, и происходит запись изображения. По моему мнению, у DSLR камеры интереснее изображение. Поэтому я ставлю DSLR плюс, видеокамере минус. В нашем сравнительном анализе получилось, что по 4 пунктам из 5 видеокамера уступает DSLR камере. Но это не значит, что видеокамера не годится для видеосъемки и не гарантирует того, что на DSLR камеру вы снимете шедевр. Все зависит от знаний и умений, которыми я поделюсь с вами в Санкт-Петербургской школе телевидения на курсах видеооператоров. Приходите!